Субтитры подогнал «Симон» Уважаемые зрители, добрый вечер. Это прямой эфир, программа «Беседы с Батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Напомню, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. В гостях у нас сегодня протеерей Александр Сандарев, настоятель храма в честь святого Георгия Победоносца и руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Благословите наших зрителей. Благослови вас всех, Господь, дорогие братья и сестры. Александр, вот в той биографии, которую можно прочитать и на страничке вашего прихода, и на епархиальном нашем сайте, есть такое упоминание про то, что вы начали служить в церкви, еще не священнослужителям, а церковным, да, служителям, алтарникам в храме в честь святой мученицы Татьяны. Сегодня 25 января, в день памяти этой святой, в день памяти святой, которая считается небесной покровительницей всего студенчества, я предлагаю поговорить, конечно же, о Татьянах и о студенчестве. Ну да, в первую очередь о молодежи. Молодежи, да, потому что в этот день подписали этот указ, императрица Екатерина Великая подписала указ о создании Московского государственного университета, и там при этом университете до сих пор действует храм, вот, конечно, в советское время он закрывался, но сейчас действует, и там были интересные прихожане, там Тургенев, Ключевской, Соловьев, Грибоедов были прихожане этого университета, и вот день студента со всеми его вытекающими, да, да, до этого храма, и вот именно великомученица Татьяна является покровительницей, надо еще сказать, что она занималась такой образовательной деятельностью, она была диаконисой, и готовила к крещению девиц, женщин, помогала в этом, то есть она занималась такой еще катехизаторской деятельностью, учительской, просветительской деятельностью, поэтому вот она как бы так, как это сказать, если можно так вот сказать, что она удачно как-то так вот покрывает студентов именно своей такой вот любовью, терпением, заботой, вот то, что для молодости характерно вот искание, попытка найти себя, попытка совершить выбор, и здесь человек должен развиваться многомерно, вот этот, наверное, самый главный момент, что в молодости человек должен многомерно развиваться, и поэтому он должен как-то быть с особой любовью покрыт, укрыт как бы от всевозможных таких искушений, при этом чтобы человек многое что мог попробовать, вот здесь такая грань, «Бери от жизни все», иногда говорят, такой современный слоган, да, вот, когда человек все от жизни берет, он может здесь себя потерять. Жизнь потерять. И жизнь потерять, да. С другой стороны, действительно человек должен, ну, он, чтобы состояться, ему нужно многое узнать, там, многое попробовать, опыт получить, получить, и вот именно молодость — это время, когда человек накапливает опыт, накапливает знания, начинает путь от того, как он этот путь начнёт, зависит вся его жизнь, ну и так далее. Ну, наверное, вот эта многомерность должна быть не только в жизни такой молодой, студенческой, но и вообще в жизни любого человека, когда он с день от дня совершенствуется и как-то научается чему-то новому. Ну, так оно, но всё-таки во взрелом, вот в взрелом возрасте уже, когда человек, например, у него уже семья, у него уже определённая работа, жизнь всё-таки приобретает определённое русло такое, более-менее понятное русло. Человек уже, как бы, более-менее знает, куда идёт, он уже работает над этой целью и к этой цели стремится. А вот в молодости всё-таки человек должен выбрать себе спутника жизни, должен выбрать себе профессию, кем ему быть. Сегодня человеку нужно выбирать и веру, мировоззрение. Раньше это как-то по наследству передавалось в традиционном обществе, а сегодня человеку самому заново надо найти и открыть себя. Наверное, это во многом ещё связано с переходом от патриархального устроя семьи, когда был глава, самый пожилой человек по возрасту, и умудрённый опытом, как говорят, и отец с матерью, и сын или дочь с супругом или невестой могли находиться под одной крышей, уживались и при этом сохраняли свои добрые традиции, перенимали друг у друга. И это тоже патриархальный уклад, ну, такое аграрное общество, развитые классы, там, вот, страты, как иногда говорят. То есть, если ты родился крестьянином, тебе сложно стать боярином, и наоборот. Вот, хотя некоторые, как Семён Верхотурский, меняли эту такую вот традицию, да, такую классовую, да. Вот, но в целом, да, человеку очень сложно было изменить свой социальный статус. Сегодня у нас социальный статус, он такой неопределён, вот, здесь можно об этом много говорить. Это, с одной стороны, свобода и помогает человеку, может быть, найти себя. С другой стороны, здесь его ждёт много испытаний, соблазнов, особенно в нашем современном мире. Вот, поэтому найти вот такой правильный, правильный подход к работе с молодёжью является одной из такой важнейших задач в церкви. Дорогие друзья, ещё раз обозначим тему нашего сегодняшнего места церкви молодёжи, церковь, как она влияет на молодёжь, и, ну, всё, что связано с этим. Наш телефон 379-65-70, код города 343. Лец Александра, вот, с 2002 года Вы являлись сотрудником отдела по делам молодёжи Екатеринбургской епархии, в 2007, кажется, году стали руководителем этого отдела, то есть уже длительное время. Вообще, Вы этой работой занимаетесь и были основатель, ну, таким основоположником евангельских чтений, которые вышли сейчас даже на общегородской уровень в городе, да, Екатеринбурге. Вот так вот, какое место молодёжи в церкви? Какое место молодёжи в церкви? Да, и, наверное, всё-таки сложное до сих пор, хотя радует, что молодёжь в церкви есть, но, наверное, всё-таки ещё недостаточно, ну, вот, мы внутри церкви готовы принимать молодёжь, молодёжь, потому что молодёжь приходит своими запросами, вот, именно с тем, чтобы себя найти, вот, а церковь в основном работает уже с теми, кто ищет себя в Боге. Не всегда молодёжь приходит именно когда, ну, ища себя в Боге, ища какие-то вечные смыслы. Ну, я просто человек, человеку плохо он зашёл, вот, иногда человеку, там, что-то надо. Человек интересуется разными религиями, допустим, и он пытается просто зайти... Да, такое есть, такое есть, но всё-таки нечасто встречается, в большинстве своём просто вот заходит человек, когда ищет что-то, и приходит. И поэтому сегодня необходимо развивать вот такие различные проекты, и досуговые, и просветительские, и культурные, и спортивные, и патриотические проекты, каких только не, вот, проектов. Нам не нужно развивать, чтобы привлечь молодёжь. Эти проекты, они повышают общий культурный уровень молодого человека, ну, как вот эту почву, как бы, удобряет почву человека, как бы, её взрыхляет, можно так сказать. А потом уже внутрь этой почвы можно посеять семя, семя Слова Божия, и тогда оно может вырасти. Вот с развитием такого молодёжного движения уже прошло несколько таких, вот, как сказать, генераций молодёжек у нас. То есть молодёжь приходит, а потом, ну, себя находит, может быть, кто-то женится, замуж выходит, ну, вырастают и как бы уходят. Вот там одна из главных проблем работы с молодёжью, что невозможно взять, и чтобы эти люди, там, с детства до старости были молодыми. Это определённый возрастной статус, поэтому молодёжь уходит. Лидеры вот у нас есть, есть лидеры, например, в таком совете координационном у нас есть разные клубы молодёжные от разных храмов. И вот эти клубы создают такой совет, координационный совет, они придумывают различные мероприятия. Вот сейчас скоро будет фестиваль у нас, и молодёжь сама их организует. И вот лидеры приходят, работают, загораются, энтузиазма много, потом находят себе супругу, тоже иногда из молодёжного движения, и уходят в жизнь взрослую. И поэтому необходимо постоянно обновление. И, конечно, вот молодёжь, она немножко изменяется. Вот за эти 10 лет, как минимум, которые я уже занимаюсь, молодёжь изменилась. Раньше молодёжь любила очень, например, вот такие собрания, там, связанные с днями рождения, ещё с чем-то. С празднованием, да, вместе? Да, да, друг к другу в гости ходить. Сейчас этого меньше. Сейчас много социальных сетей, и уже общение, оно выходит, уходит в такие... Зачем нам собираться? Давайте создадим тему ВКонтакте. Да, 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 тоже есть. И молодёжь очень сейчас ценит время. Вот, уже многие работают уже сразу. То есть как только поступили учиться, уже многие работают. А когда мы только начинали, вот ещё было беззаботное время. Вот меняются какие-то реальности, реалии меняются. И поэтому есть определённые такие проблемы, я бы так сказал, которые вот заново появляются. Вот именно вот эта виртуализация молодёжной работы, когда много что решается через социальные сети, через договорённости в социальных сетях. Раньше мы обязательно встречали, сейчас многие вещи проговариваются именно в социальных сетях. Поэтому, с одной стороны, общение вроде бы оно есть, и даже человек постоянно как будто включён в это общение. А с другой стороны, общение из глаза в глаз, вот, или глаза в глаза, его становится меньше. И так далее. У нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Добрый вечер, Евгений Белородская, область. Добрый вечер, Евгений Александрович, слушай нас. Благодарю вас, Великого Моста Татьяны. Спасибо, и вас тоже. У меня вопрос такой. Как вот объяснить его молодёжи, главное для человека это душа его. Вот здесь сосредоточение души. Одно и богослово, да вот недавно передача была, я слышу, что сосредоточение души это сердце человека. Ну как, поскольку сейчас медицина делает успешные операции по пересадке сердца, то что получается, человеку посаживают чужую душу, а куда девается его, выбраться вместе с больным сердцем, так всё-таки где душа человека находится? Вопрос, где находится душа человека, если человеку меняют сердце, да? Нет, так как объяснить молодому человеку, где душа? Где душа находится? В том числе, если, допустим, существуют операции, когда человеку делают пересадку какого-то органа, сердце пересаживают. Какого-то органа, сердце или печени, да, или почек, да? Как объяснить, что такое душа? Кровь меняют, вот есть представление, что душа в крови в Библии, что не ешьте кровь, это животных с кровью, да, когда было позволено Ною есть животных, это было сказано, чтобы не ели кровь. Поэтому в крови душа, да, и вот некоторые такие сектанты, в частности, мормоны запрещают, это мормоны, по-моему, да, запрещают переливать кровь. И поэтому понятно, что душа, это же не материальное наше создание, если говорить именно о проблемах антропологии, о проблемах устроения человека. То нет такого, наверное, строгого и такого формализованного учения о том, где находится душа или дух. Это действительно такая тайна. В учении о человеке есть понятие тайна, что взял Господь персть земную, что-то сделал и вдунул в нее. Вот это вот дыхание Божие, которое Господь вдувает в человека, является его душой, то, что нас оживотворяет. Поэтому об этом сложно говорить на уровне таких формальных вещей. На уровне, вот есть орган, он же формальный вещь, но он как бы локализован в человеке. Поэтому говорить о том, что вот именно к сердцу привязана душа или, например, даже к мозгу, или к печени, или крови даже, это не совсем корректно. Поэтому мы говорим о том, что человек — это великая тайна, поэтому невозможно определить человеческую личность, невозможно ее схватить. Ну вот, наверное, так, наверное, отвечу, чтобы далеко не уходить в различные дискуссии о строении человека. Ну, нет, если продолжать, да, вообще вот эту тему, вот пришел молодой человек, и ему говорят о спасении души. А, вот в этом плане, да? Так вот, что он будет спасать-то? То есть, что это душа? Что такое спасение души, да? Что такое спасение души, да. И если я, допустим, не знаю, что такое вообще душа, то как я могу спасти то, чего я знать не знаю? Да, но спасение души, здесь мы как бы входим в пространство смыслов Библии, и пространство смыслов Библии, оно связано с тем, что человек есть личность, у человека есть имя, и человек спасается целостно, поэтому спасение души, оно связано еще и с воскресением из мертвых тела его, и тела человеческого. Ну, вообще, как бы, если мы уйдем в эту тему, это особая тема, которая требует определенных цитат библейских, рассматривания их, разбора, вот именно в евангельских беседах, на евангельских чтениях мы разбираем вот эти представления, то есть дан человеку закон, который помогает человеку формировать свой нравственный образ. Этот нравственный образ помогает человеку познавать себя, познавать разные грани своей природы, своей личности, своей индивидуальности. Познавая себя, человек понимает, что он часто этот закон нарушает, и понимает, что вот он тонет, поэтому приходит Господь и открывает ему любовь, открывает ему свою любовь, открывает ему свою жертву, крестную жертву. Поэтому это целое облако смыслов, и еще раз подчеркну, вот здесь вот так вот четко, формально говорить нельзя, нужно говорить с каждым человеком относительно его жизненного опыта, относительно его жизненного пути, его личных проблем, которые перед ним стоят. Почему? И говорю, что в работе с молодежью необходимо именно иметь такие проекты, такие программы, такой подход, который связан со всеми сторонами жизни молодого человека. Отец Александр, а вот чуть ранее Вы уже приводили те наблюдения, да, те изменения, связанные вообще с молодежью. Если раньше было предпочтение живым встречам, каким-то чаепитием с плюшками, то сейчас какие-то вопросы, ценность времени, там, эффективность, то создать беседу или группу в какой-то из социальных сетей или в каком-то из специальных приложений, в которых можно обмениваться сообщениями, которые тут же можно прочитать, тут же на них ответить и действовать сообща, так скажем, в группе. Это вот одно, да, из таких изменений, что меньше становится личных встреч и личных бесед, и они как-то есть, но, так скажем, минимизируются. Что еще можно сказать о тех переменах, которые произошли, вот, получается, уже за 15-летний период? Ну, имеется в виду, за период сколько Вы вообще занимаетесь такой молодежной тематикой и работой с молодежью? Ну, во-первых, здесь еще тоже нужно, наверное, и можно говорить о том, что есть светская молодежь, мы занимаемся и с вузами, и с узами, и мы вот говорим о том, как нас тоже воспринимают, например, в светских учебных заведениях, когда мы проводим, там, например, интеллектуальные игры или какие-то спортивные мероприятия, или просто какую-нибудь дискуссионную встречу проводим. Вот сегодня у молодежи появилась такая потребность, я бы так сказал, иметь какие-то компетенции. И, наверное, вот так можно сказать, что сегодня молодые люди, они жаждут какого-то даже, ну, или не жаждут, или имеют, я бы так сказал, какой-то такой прагматичный подход уже, даже к духовной жизни. То есть они понимают, что духовность, вот это спасение души, она может не просто в будущем веке как-то пригодиться, но и здесь сегодня она им может помочь. Это очень интересный такой вот, такой новый смысл появляется, что духовность — это компетенция. Вот есть такой сейчас подход именно разных компетенций, то есть люди стараются там знать английский язык, знать, там, иметь какую-то спортивную форму, привлекательность, иметь навыки общения, там, коммуникации, иметь профессию. И вот для молодого человека вот в одном из таких как бы списков появляется такое понимание, осознание, что необходимо вот себя как-то нравственно развивать, там, быть добровольцем, помогать ближним. То есть это становится потребностью. Вот это очень интересный момент, поэтому наша задача показать и подчеркнуть, чтобы это стало стержнем для человека. Что вот мировоззрение, вот духовная жизнь при всём многообразии этого термина, чтобы это стало стержнем, вокруг которого всё остальное должно как бы накручиваться, чтобы вся жизнь была именно вот вокруг этого главного стержня. И показать открыто молодому человеку является таким приоритетом в работе с ним. А можно ли сказать, что вот эта вот потребность в духовном, в духовной подпитке, да, является тенденцией некой, когда прямо вот чувствуется, что волнами всё больше и больше людей, скажем, приходит? Вот здесь сложно мне сказать о статистике, потому что были разные времена, были разные возможности. Когда я служил в центральном храме, была одна возможность, там, время. Ну, ещё и сам молодой был, было легче. Сейчас я служу в храме на сортировке, который такой район окраина города. Не окраина, ну, по крайней мере, район спальным считается, да? Ну, это всё-таки окраина такой, да, ближе к окраину. Ну, да, и где-то и спальный, может быть, отчасти. Трудно здесь говорить об этом. Вот. И молодёжь, которая приходила в Азистенку, это была студенческая молодёжь. Сейчас, которая к нам в храм приходит, это в основном молодёжь такого подросткового возраста. Сейчас вот наш молодёжный клуб, который при храме, в основном состоит из подростков. 14, 15, 16 лет, 17. Вот. А раньше, в основном, это были студенты. И это, конечно, тоже специфика. То есть наша задача ещё сегодня – это научиться работать с подростками в церкви. Чтобы это стало так же массово, как и работа с детьми. То есть с детьми сейчас воскресная школа, воскресная школа практически при каждом приходе. А вот подростковый молодёжный клуб, он как-то с этим сложно очень. Потому что здесь требуется совершенно новый уровень и профессиональной подготовки, и навыков компетентного общения и так далее. То есть человек должен сам пройти отчасти вот эти подростковые различные организации и методы работы с молодёжью, с подростками, чтобы научиться с ними работать. У нас ещё один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Виктория. Я хочу узнать, ну, у меня растёт четверо мальчишек, и я хочу их вырастить христианами. Вот. Но у нас есть дедушка, который исповедует христианство и запрещает своей жене, бабушке, ходить в церковь. Но они очень хотят общаться с моими детьми, очень хотят на них влиять. И я стараюсь ограничивать это влияние, но они требуют постоянно с ними общения. И вот я хочу вас знать, стоит ли мне жёстко ограничивать их общение, так как они могут на всё это повлиять очень плохо, на будущее детей. Ладно, спасибо, поняли вас. Ну, я просто не услышал, кто дедушка... Да, там был гудок на телефоне, но я тоже не услышал, кем он в друге был. Но сам факт, что инославный, да? А, инославный, да? Человек, который поведет другую религию. Это тоже разные, это бывает, разные бывают инославные. Есть, например, атеисты, которые... Ну, атеисты, потому что не нашли Бога, вот, и они могут быть вполне в разуме... Ну, такими разумными, здравыми людьми, которые, ну, знают какие-то основные принципы жизни. Могут научить мужеству, честности, порядочности. И если дедушка вот в этом контексте везет, то есть если он сам порядочный, добрый, хороший, отзывчивый человек, ну, при этом он еще не нашел Бога, ну, не открылся ему Христос еще, вот он еще, может быть, еще в будущем все, то ничего страшного в этом не вижу. Но бывает именно вот такой вирус, вирус, как бы, когда навязывают какую-то свою веру, свои какие-то взгляды. И бывает это опасно, если человек увлекается различными, например, там, восточными культами или такими философскими учениями, там, может быть, неоязычеством или еще чем-то. Здесь нужно уже разбираться уже, и в каждом отдельном случае я бы посоветовал все-таки не так вот грубо взять и сказать да или нет, а понять, как можно, вот общаясь, не навредить детям, потому что, конечно, любое ограничение ребенка от родных, это всегда на ребенке плохо сказывается, это всегда разрушение любви, а тем более дедушка, бабушка, это всегда одни из самых близких людей для ребенка. Вот поэтому нужно родителям как-то найти форму общения. Как правило, бывает так, если научиться со смирением, скротостью и с рассудительностью общаться с ближними, то, как правило, ближние идут навстречу. И вот это по-хорошему, по-любви, по Христу, если поступать, ближние всегда это оценят и в какой-то момент тоже пойдут навстречу. Ну, здесь нужно больше информации, больше знать, конечно, чем то, что нам сообщило. Но, тем не менее, наверное, ну, точнее, тут сложно, конечно, сказать, но, наверное, немногие наши зрители находятся в таких тепличных условиях, что я имею в виду, когда и их супруг, допустим, является христианином, прихожанином, они вместе ходят в церковь, хотя, будем надеяться, что большинство именно таких, когда их мамы, папы, бабушки, дедушки тоже исповедуют такую же религию, как и они, и верят в Бога, и ходят в храм, да, и участвуют в богослужениях. Вот тогда тепличные условия, но, наверное, большинство наших семей – это семья, где все равно есть какое-то «но». И, наверное, самое большое влияние на, вообще, в принципе, воспитание детей оказывают родители, которые своим примером, ну, вот возвращаясь теперь к первому вопросу, как вырастить четырех мальчиков настоящими христианами? Да, вот просто здесь вот мы не узнали, у них полная семья или не полная, то есть есть отец – нет, потому что если отца нет, и вот как в этом случае воспитывать мальчиков одной маме, такое бывает и часто сейчас бывает. Вот мы даже на нашем приходе специально создали такую школу мужества, так ее обозначили. Это как раз-таки больше был запрос вот от тех матерей, которые в силу разных жизненных обстоятельств кто-то вдовой является, вот, кого-то, увы, муж бросил и так далее. И вот они остаются один на один со своими сыновьями, и что делать им? Они чувствуют, как упускают, не просто упускают, они упускают вот мужественность ребенка, как его воспитать. И вот здесь действительно вот мы находимся, как Робинзон Круза, на неизведанной территории, только-только начинаем что-то делать, как-то находить нужно вот такие формы общения, чтобы мужчины, братья на приходе, брали таких детей, таких ребят, воспитывали их, создавали какие-то различные такие кружки, может быть, даже различные мероприятия. Здесь уместный и скаутский метод, где-то вот казаки есть там в разных приходах, где-то спортивные направления. Здесь много таких различных подходов, но суть одна, что если находится мужчина, который горит каким-то делом, вокруг него соберутся ребята, и он им вот этот опыт ответственности мужской, опыт трезвости мужской, рассудительности, такой мужественности может передать. Это главное передать. Нужно главное думать о том, что вот мужчина – это тот, кто умеет нести ответственность. Уже во вторую очередь, всё равно ребёнок потом сам приходит к вере в наше время. Вот как бы мы ни старались ребёнку проявить какие-то религиозные, например, знания, умение молиться, там, поститься, вот это является второстепенным по сравнению с тем, чтобы привить ребёнку вот эту добродетель мужественности, ответственности за себя, за, может быть, других братьев есть тёр, за то дело, за которое он взялся. Вот в этом прежде всего нужно учиться. Если мама найдёт такую среду, где бы ребёнку это могли показать, показать именно вот в таком, в интересной форме, чтобы это было с какой-то радостью, с вниманием, с душой, что называется, то ребёнок обязательно, это его как-то сформирует обязательно, сто процентов сформирует. Вот такую среду искать и в неё как-то вкладываться, её помогать этой среде. Вот это задача прихожан, слово говоря, чтобы такая среда формировалась на приходах, на наших. Вот я пытаюсь у себя на приходе это делать, это очень сложно, это очень долго растёт. Среда для мальчиков, будущих воинов, так вот сказать. Тем более в храме в честь Георгия Победоносца. Да, у нас это тоже ещё определённая тема, что мы все дни воинской славы отмечаем и так далее. Действительно, воспитать мужчину сегодня и для государства, и для семьи, и для церкви, это является первостепенным значением, что нужно именно о мужчине, о его задачах, о его ответственности говорить. Для нас это... То есть об этом нужно говорить, об этом нужно думать, искать возможности, пути для того, чтобы воспитать мужчину, молодого человека. Ну вот такая благодатная почва для того, чтобы воспитать вообще хорошего человека, нужна, наверное, не только для мальчиков, но и вообще для всех людей, даже, может быть, и для взрослых. И вот наша зрительница в социальной сети ВКонтакте, Надежда Радченко спрашивает, а как и где можно больше узнать о христианском учении? Чтение соответствующей литературы не всегда помогает, а регулярного общения с людьми по-настоящему грамотными в духовном смысле нет. Может быть, какие-то просветительские беседы при храмах должны быть? Наша зрительница Светлана Кузнецова отвечает ей, при храмах есть воскресные школы и для детей, и для взрослых. Надежда отвечает, спасибо, но, к сожалению, это редкость, исходя из опыта нашего города. Живет она, Надежда, насколько я понял, в Рыбинске. В Рыбинске. Да, так вот, должны ли быть при храмах такие просветительские беседы? Мы сегодня уже говорили про мученицу Татьяну, что она готовила к крещению молодых девиц, женщин, то есть там именно было разделение разделение все-таки в такой катехизаторской практике. Еще раз, наверное, подчеркну, что не случайно происходит вот это вот некоторое разделение. Есть детские воскресные школы, есть программа, проекты для подростков, есть для молодежи, есть для взрослых, да даже для пожилых людей отдельно. Можно что-то у нас вот в храме, есть что-то такое, что вот именно только для пожилых. Они вместе встречаются, вместе поют песни. Такой, можно сказать, в целом клуб пожилого человека получается. И это нормально, потому что у каждого возраста свои задачи, свой интерес, свое развитие, свои цели. И поэтому такие просветительские подходы, он должен быть, и обязательно должен быть. То есть это основа, основ церковной жизни. Вообще существует таинство просвещения, иногда люди про это забывают, думают, что есть таинство крещения, отдельное таинство миропомазания, таинство пречения, но в церковной традиции это называется таинство просвещения, вхождение в свет, свет, который Христос открывает всем нам. И вот Великий пост, когда это особенно подчеркнуто, люди, которые стремятся к крещению, они называются готовящимися ко святому просвещению. Поэтому это природа церкви, просвещать людей, открывать им смыслы, те смыслы, которые Господь открывает нам в Ветхом и в Новом Завете. И если эти смыслы человек не знает, я вот всех спрашиваю, два простых вопроса, всех христиан, кто приходит на исповедь ко мне, я говорю, вы можете в двух словах рассказать, чем Ветхий Завет отличается от Нового? Вот, и как правило, вижу, что ступор начинается. Во-первых, понятие Завет люди не знают часто, что это такое, откуда он взялся, слово Завет. И чем Ветхий от Нового Завета отличается, тоже не знают. Вот, что значит, что Христос за вас умер, пострадал, спрашиваю. Вот с этих простых вещей начинается христианство. Это и есть просвещение, знать свою веру, те слова, которые мы пользуемся, те понятия, которые мы употребляем. Все это является просвещением. Поэтому вот это желание прихожанки, оно просто, мне кажется, оно еще недостаточно искало, просто нужно все храмы обойти данного города. Обязательно где-нибудь можно найти что-то вроде такого кружка, бесед, еще чего-то, где об этом можно поговорить. А можно ходить и трясти батюшек. Батюшка, расскажите, что и как. Когда с вами можно поговорить. Да, вот я сам, когда студентом еще пришел в храм, вот я тоже была эта проблема, я искал, тря спрашивал все время. Да, это действительно проблема. Есть такая проблема, что у нас, вот, к сожалению, мы часто нацелены на исполнение треб, вот, а не на общинную, просветительскую деятельность. Нужно менять вот это сознание от треба исполнительства, идти к общинности, вот это в целом будет помогать и людям, и церкви. И это более, на самом деле, выгодно в экономическом плане, можно сказать, что община, она всегда будет храм содержать. А когда только исполнение треб, и все, и человек уходит, это, конечно, такое разорение церкви происходит. Поэтому нужно идти, вот, данной женщине в храм, в храмы этого города, трясти, батюшек, говорить, помогите, читать самое священное писание и переходить уже с вопросами. Значит, найдутся те, которые захотят вместе изучать и раскрывать эту проблему. Ну, тем более, если надежда имеет доступ в интернет, то в наше время... Это все равно, вот здесь мы уже про это говорили, без личного общения, это понятно, что это немножко уже другая тема, но сам факт, что существует множество сейчас и таких видеобесед, и возможно задать свои вопросы священникам там на страницах в технических сетях. К сожалению, не работает до конца. Без общения глаза в глаза не работает. Вот об этом, кстати, говорил патриарх Кирилл на встрече с молодежью, два года назад, по-моему, была встреча с молодежью, такой был съезд православной молодежи, и вот это одна из главных тем, которую озвучил патриарх, что необходимо общение глаза в глаза, мы должны искать это общение, мы должны его формировать. Если не будет общения глаза в глаза, если мы все уйдем только в это виртуальное общение, некоторые, к сожалению, привыкают к виртуальному общению и не понимают, что они теряют. Обязательно нужно вырываться и приходить вот в эти кружки и в различные... Мы вот специально развиваем такой клуб настольных игр различных. Это не карты, конечно, а в такие хорошие, увлекательные, интеллектуальные игры. Они помогают молодежи общаться вместе, встречаться. Это очень интересно. Ну да, это, наверное, одна из проблем церкви. Не так давно мне довелось пообщаться с одной женщиной, которая принадлежит к одной сектантской общине. И когда я задал вопрос, вот почему вы в свое время в 94-м году, что ли, такой ее приход произошел, она рассказала, что вот я тогда пришла, и меня как-то вот не приняли. Ну, то есть вот я пришла, да, никому до меня дела нет, а вот я туда пришла, там такой пастор, такой пастор, он так тепло принимает. Вот что-то есть в этом. Тот подход человеческий, такой любовный, что ли, к человеку. Да, есть, если это не является намеренной манипуляцией. Ну да, нет, безусловно, что в тех организациях, которые применяют этот метод, это лишь метод для того, чтобы человека завлечь. Да, здесь иногда это очень тонкая грань. Вот где эта грань расходится, и вот в каком состоянии тогда нужно быть, чтобы, ну как бы, и не манипулировать, и при этом сохранять вот такое вот доброе благорасположение, чтобы человек стремился, который только что зашел, не зная ничего, остаться и быть. Это тема открытости общины. Любая община, вообще любой коллектив, чем плотнее общение в нем различных представителей этого коллектива, тем больше он как бы закрывается. Людям хорошо друг с другом, и если кто-то появляется новый, не всегда его принимают. И вот тема открытости общины, коллектива, это очень серьезная такая проблема, и психологическая, и духовная, потому что мы же, когда открываемся, мы можем как и что-то хорошее получить, так и получить вот что-то такое, что нанесет вред. Поэтому здесь вот эта грань, вот здесь целую передачу можно посвятить открытости общинникам, то есть она как раз таки связана с миссией, с миссионерской деятельностью, с миссионерской направленностью, чтобы связи в общине были не только между людьми и батюшкой, но и между собой многие связи развивались, как горизонтальные, так и вертикальные связи, если в двух словах, и обязательный такой поиск, форм о том, чтобы слово Божие сказать тем, кто его не знает. То есть вот эта миссионерская направленность, да светит свет ваш перед людьми, чтобы это стало потребностью человека, а потребность это становится, когда человек живет словом Божиим, когда он его постоянно изучает, исследует Писание, живет Писанием, и у него появляется потребность поделиться Словом Божиим с теми, кто еще его не знает. Отсюда появляется миссия. И вот эта миссия общины, она помогает человеку преодолеть вот этот сектантский дух. Как только миссия общины закрывается, пропадает, сразу появляется сектантский дух. И им очень легко заразиться, потому что людям же знакомым, особенно если люди интересные, культурные, такие образованные, интеллигентные, развитые, им же хорошо друг с другом, им даже радостно друг с другом, интересно, и очень легко закрыться. Нам друг с другом хорошо. И вот эта закрытость иногда она вот влечет такое настоящее сектантство. Это может быть не только у протестантов, оно очень легко может быть на любом приходе развиться. и вот чтобы этого не было, необходимо искать вот этот миссионерский настрой, миссионерский дух, но который должен истекать и проистекать от изучения Слова Божьего, изучения тех смыслов и той глубины учения, которая есть в Священном Писании, в Библии. Ну это еще и глубина человеческих взаимоотношений, как при сплоченной общине семейной, да, такой, когда все друг друга знают, когда ходят друг к другу в гости, никто не переспрашивает, как зовут вот этого мужчину, который стоит слева, вот при вот таком вот ее сплоченном состоянии быть открытым, находиться в открытом состоянии, так скажем, наверное, целое искусство. Ну это вообще проблема, о ней много можно говорить, вот проблема еврейского народа, когда пришел Христос к ним, она ведь тоже в этом была, евреи были замкнуты между собой, это они не принимали других, и они были, конечно, в каком-то смысле шокированы, когда христианство стало распространяться к язычникам идти, такие споры были у них, это вот тоже проблема сектанства целого народа, можно говорить, а Христос сказал, идите, научите народы, вот здесь действительно вот на острие, вот на этой, на грани находится вот это решение вот этой проблемы, чтобы и не сходиться в сектанство, но и чтобы семейность была, семейственность вообще не была, чтобы люди друг друга знали, друг с другом дружили, помогали, ходили в гости, чтобы была вот эта вот внутренняя открытость людей друг к другу. У нас осталось буквально пять минут до конца эфира и еще один звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр, я звоню вам с Иркутска. Батюшка, у меня к вам вот такой вот вопрос, а вы можете посоветовать какую-либо литературу, где растолковано, написано, как правильно ребенку доводить, как правильно его, ну чтобы как бы педагогические вот так вот какие-то вот формы или психологические, чтобы ребенка не оттолкнуть правильно, чтобы его, ну вот как вот правильно его вот заинтересовать, ну чтобы вот, если вам известно что-нибудь, можете посоветовать? А вы, вы имеете в виду заинтересовать вообще в принципе какому-то делу? Или заинтересовать... Нет, 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 христианству привести к церкви ребенка. Вот такого вот, ну чтобы сколько это возраст ребенка? Ну у меня один-то ребенок маленький еще вот, ему третий год, а другая девочка уже взрослая, ей 18 лет, 19 год идет, она вот уже в медицинском колледже учится, и вот сейчас к нему как бы все, крестик к нему носит, ну как бы она знает, что это, а вот ну не могу вот, вот плохо есть что-нибудь, она вот идет в церковь заболеть, ну вот такое вот, понимаете, у нее какое-то, ну как бы маленечко это, а один ребенок, а сын родился вот три годика, ему третий годик, я почему ему так вот... Понятно, да, в конце вопрос по молодежи, не, если говорить о подростках, то вот есть такая хорошая книга «Дети на приходе», вот она выпущена и в разных лавках продают, так и называется «Дети на приходах», если взять и даже забить в интернете, где-то в поисковике, она выйдет, ее можно заказать, мне кажется, в различных интернет-магазинах, так и называется «Дети на приходе», потом эти же авторы выпустили книгу «Малыши на приходе», вот, то есть там как раз-таки вот хорошо расписан, показан вот этот скаутский метод. скаутский метод, вот я уже начал сегодня о нем немножко говорить, это метод, когда дети более старшие, это учит детей более младших, когда между ними есть такая разумная, здоровая соревновательность, когда они сдают различные разряды, у них есть такие промежуточные цели, для подростка очень важно, с кем ему соревноваться, с кем ему взаимодействовать, с кем ему дружить, с кем ему себя идентифицировать, и вот вот эта книга «Дети на приходе», она очень хорошая, именно показывает, как ребенка интересно, как, вернее, ребенку организовать интересную жизнь на приходе, там, где есть другие дети. И что касается молодежи, то есть вот именно старшая дочь, то есть здесь формы, если говорить о приходской жизни, то тут тоже формы молодежного клуба, они известны, это и изучение вместе Евангелия, то есть вообще всего священного писания, но здесь подчеркивается, что нужен уже молодой человек, который читает, который уже нацелен на дисциплину чтения, на дисциплину изучения, в том числе священного писания, есть, то есть должна быть определенная гуманитарная подготовка у молодого человека. А если молодой человек еще вот только-только входит, и сейчас, к сожалению, мало читает книг молодежь, и то, что вот это вот развитие интернет-общения и вообще развитие интернета с его чтением, с чтением таких локальных новостей нет, то есть стало теряться вот такая, такой навык к чтению больших текстов, романов, серьезных философских произведений. Вот насколько я понимаю, сейчас мало кто читает Достоевского и Толстого, хотя в школьной программе вроде есть, но все равно сейчас все это сужается, и литература, история изучается крайне, ну, в крайне низких часах. Поэтому для молодежи, которая только входит в церковь, вот мы рекомендуем форму киноклуба. Она очень популярна и помогает заинтересовать, вместе изучать и смотреть фильмы хорошие, их очень много различных, фильмов с хорошим содержанием, с нравственным содержанием, вместе смотреть их, их обсуждать, потом книги можно вместе читать, какие-то рассказы, здесь много что можно использовать. Главное, чтобы была возможность у молодого человека, вернее, было желание у молодого человека во что-то вникать, хоть как-то тратить силы своей души, чтобы не только развлекаться, не только в игрушки виртуальные, компьютерные играть, но и чтобы было желание вкладываться своей душой, своей личностью, своими эмоциями наконец, своим интеллектом. Вот когда это будет происходить, будет появляться диалог. Вот, наверное, последнее, что скажу, надо завершать. Самая главная задача, чтобы появился диалог. Диалог в работе с молодежью является самой главной целью. Если установился диалог, то мы дальше можем этот диалог развивать. Самому развиваться, это самому интересно, прочитать новую книгу, прочитать новые, какие-то, новый фильм посмотреть, вспомнить хорошо забытое старое. Оказывается, Тарковского мало кто смотрит сейчас. И вместе пересмотреть, это, конечно, сложно. Тяжелый иногда фильм требует внимания, устичивости требует, но это стоит того. Если вникнешь вот в те реалии, в те смыслы, которые Тарковский в своих фильмах открывает, там же Евангелия очень много, очень много евангельских таких смыслов, которые после фильмов Тарковского можно смотреть и можно вместе читать Священное Писание, и он ложится на эту почву. Поэтому вот этот диалог, это цель в работе с молодежью, с детьми, с подростками диалог сложен, он еще не настроен часто подросток на диалог, у него больше такая деятельность, должна быть мотивация, а вот молодежь уже начиная с 16, с 15 лет, она уже ищет, уже пытается рассуждать, пытается искать смысл жизни, пытается критиковать, и здесь в данном случае мы должны пойти навстречу и не просто говорить, а ты просто слушайся и все, но и пытаться понять те проблемы, те насущные желания, которые есть у молодого человека, те искушения, которые у него появляются, и сразу не обрубать их, сразу не пугать его, что ты будешь гореть в гиене или еще где-то, не пугать его, муками ада, а попытаться понять, обсуждать, разобраться, попытаться с любовью подойти и выстроить этот диалог, чтобы молодой человек запомнил, что он интересен, диалог дает возможность понять молодому человеку себя, то есть себя осознать как интересную личность, что он интересен церкви, вот это главное, наверное. немаловажное. Ну и еще, наверное, немаловажное самому подавать пример настоящего христианина, живущего так, нужно. Да, учат других, учися сам. Такой древний принцип. Но вот здесь-то и есть, что когда тебе интересен молодой человек, вообще ближний, когда он тебе интересен, это главная, наверное, задача, ко всем относиться с интересом, с радостью, как говорил Серафим Саровский, помните, радость моя, Христос воскресе, да, это он показывает каждому, что он ему интересен. Радость моя, это форма заинтересованности человеком, его проблемами, всем, всем, что у него есть, и всем, чем он может стать. Спасибо вам, отец Александр, за этот разговор, что сегодня согласились прийти в нашу студию, ведь сегодня ночью буквально вам отправляться в Москву на рождественские чтения Божьей помощи, конечно же, в этом перелете и участие в завтрашних секциях, посвященных молодежному служению. Да, спасибо. Дорогие друзья, напомню, протеерей Александр Сандарев сегодня был в гостях нашей студии, настоятель храма в честь Святого Георгия Победоносца и руководителя отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Спасибо всем, кто сегодня смотрел эту программу. Увидимся в эфире телеканала «Союз». Союз. 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 Союз.